Развитие страны напрямую связано с созданием комфортных условий для жизни, причем не только в больших, но и малых городах. Государственные и областные программы по обновлению современным оборудованием специально важных объектов, строительству новых из года в год пополняются проектами. На днях президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизни белорусов. Документ охватывает различные сферы, в том числе энергетику, транспорт, здравоохранение, образование, новые корпуса больниц в Могилеве, идеальная инфраструктура в седьмом микрорайоне Бобруйска. Какие еще важные для жителей страны объекты будут построены в ближайшее время, расскажет Андрей Ястребов. Физкультурно-оздоровительный комплекс, еще и фитнес-залы, масштабная стройка развернулась в новом быстро растущем микрорайоне номер 7 Бобруйска, а еще и новый детский сад. Рассчитанный на 240 мест с бассейном, игровой комплекс появится на территории строительства Колыбели микрорайонов. Три этажа планируют завершить до конца года. Плюс три новые многоэтажки, а это значит к осени новоселье для 120 семей. Район разрастается, правда, одновременно растут и оправданные потребности его жителей. Нас построили аллеи, очень приятно ходить с семьей. Хочется, чтобы больше социальной сферы было. Садики, школы. Вот ребенок наш очень любит плавать. Бассейна нет. Ну и школу, конечно, бы хотелось, потому что Элинка уже садик, вот ей последний год осталось. Согласно новому документу, список социально важных объектов Бобруйска пополнится, и проспект строителей, вдоль которого и вырос микрорайон, сохранит свое прямое назначение. По просьбе молодых семей архитекторы уже взялись за чертежи. Порядка 30%, даже, наверное, чуть больше населения, там многодетные семьи, поэтому действительно объекты социальной инфраструктуры, они очень важны. Впереди, конечно, планы грандиозные. Это еще один детский сад с бассейном, школа с бассейном. Школа планируется на 1020 мест. Повысить качество диагностики и лечения, причем всего региона, призваны новые проекты в области медицины. Строительные планы включены радиологический корпус для областного онкологического диспансера. Он ежегодно обслуживает до 5,5 тысяч пациентов, но лист ожидания все еще существует. Строительство нового радиологического корпуса весьма важно. Установка новых дистанционных аппаратов для лучевой терапии позволит, в первую очередь, уменьшить или вообще ликвидировать лист ожиданий. Позволит дозированно облучать любую опухоль и щадяще относиться к окружающим тканям, что в целом улучшит качество жизни пациенту и, конечно, результаты нашего лечения. Наша страна вкладывает в развитие медицины. Я считаю, что это правильно, так как здоровье людей является ценностью для нашего государства. Потому что все все равно приезжают сюда лечиться. Здесь ближе, удобнее, намного и врачи очень квалифицированные. Централизация квалифицированной помощи стала главной задачей для регионов. Инфекционная служба не исключение. Она будет усилена. На базе Могилевской больницы номер один построят новый корпус. Как известные мельцеровские боксы с отдельными входами и выходами, наличием чистых грязных зон. Поэтому сейчас мы планируем строительство нового корпуса и сбор всей инфекционной службы в одном месте. Уже 9 июля наш лагерь радушно распахнет свои двери для 190 отдыхающих ребятишек. Сосновый Бор, игровые площадки и живописный берег. Сосновый 41-й оздоровительный сезон открывает детский лагерь энергетиков в юности. Его построили еще в 70-е и спустя полувека он впервые пройдет масштабную модернизацию. И корпуса, и отдельное санитарное помещение, и душевые, то есть все разрозненно. И дети здесь, ну немножко есть дискомфорт в этом плане. Уже в этом году энергетики планируют разработать предпроектную документацию. Среди новшеств оздоровительный центр. А значит на водные процедуры больше не повлияет погода. Хотя у нас рядышком и озеро здесь, вот. Но вот, например, в том году наши детки ни разу не покупались, потому что было холодно. Есть, мне кажется, все условия, чтобы построить бассейн детям. Еще не спортивный объект станет гордостью Чашникского района. Завершить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, распоряжение главы государства. Строительство фоказалом для игровых видов спорта и бассейном началось еще 11 лет назад. В 2018-м стройку заморозили. Работаем темнее, добиваемся успехов, хороших. Растим ребят. Ну а если, конечно, построят нам этот зал, это вообще здорово. Восстановительный центр, бассейн. Местные жители будут здесь заниматься. С нового комля, люди будут приезжать. Новые важные объекты появятся во всех регионах страны. Это касается и образования, медицины, сферы торговли и ЖКХ, рассчитанных на перспективу, а главное для людей. Андрей Ястребов, Ольга Масловская, агентство теленовостей. Субтитры создавал DimaTorzok